Господин Эрлер, большое спасибо, что согласились поговорить. Вы уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией, депутат Бундестага. Как вы знаете, 18 сентября в России состоялись парламентские выборы, был избран новый состав Госдумы. И главный итог этих выборов – очень низкая явка. Это говорит, как многие наблюдатели отмечают, об апатии в российском обществе. С вашей точки зрения, это хороший или плохой сигнал? Действительно, явка по сравнению с выборами в 2011 году заметно сократилась с 60 до 48 процентов. То есть проголосовали менее половины избирателей. С моей точки зрения, это означает, что люди не верят, что их голос может на что-то повлиять или что-то изменить. Они, можно сказать, сдались. Я не считаю это положительным сигналом. Я не считаю это положительным сигналом. Это сложно, скажу я вам, не признать выборы или не признать парламент. Тогда и на протяжении последних пяти лет мы не должны были бы признавать Думу. Ведь одно, думаю, ясно. Выборы 2011 года были еще больше сфальсифицированы, чем эти. Но если мы посмотрим на отчет ОБСЕ, ОБСЕ как-никак послало 466 наблюдателей на эти выборы, то основные претензии касаются не столько дня выборов, сколько нарушений в предвыборный период. Особенно на этапе регистрации, когда из 70 партий до выборов допустили только 14. Это, конечно, на 7 больше, чем в 2011, но все равно слишком мало. А что касается самовыдвиженцев, то почти из 300 зарегистрировали только 23. К этому прибавьте, что у партий, в первую очередь у оппозиционных партий, было очень мало доступа к СМИ. А еще знаменитый административный ресурс, который использовался Единой России, партией Кремля. Это те пункты, которые особенно выделили в ОБСЕ. Вот вы сравниваете выборы 2011 года и 2016, но есть одна большая разница. В этот раз в Госдуму выбраны депутаты от Крыма. Крым, Германия не признает как территорию России. Официальная позиция правительства ФРГ, что Крым был аннексирован. Вы будете встречаться с депутатами от Крыма? Эта позиция не изменилась. Западные страны, в том числе Германия, не признают аннексию Крыма. Представители от Крыма, которые попали в Госдуму, ни в коем случае не будут восприниматься нами, как другие избранные коллеги. Мы не будем к ним относиться, как к легитимно выбранным. Надо четко дать понять, что эта позиция не изменилась, что мы не признаем аннексию Крыма. Но практически невозможно сказать, раз это так, мы вообще прекращаем контакты с Думой. Так мы поступить не можем. Вот в Германии есть такая политическая дискуссия между, если говорить о России, между теми, кто понимает Путина, их называют по-немецки, Путин Фештея, и теми, кто Путин критикует, их называют Путин критика. Как вы себя позиционируете в этой дискуссии? Это разделение на два лагеря, я считаю, не очень убедительным. Я думаю, все зависит от того, что конкретно человек делает, а не к какому лагерю он относится. И моя задача, как у полномочного правительства, или, если точнее сказать, как координатора межобщественного сотрудничества с Россией и странами восточного партнерства, сохранять контакты. То есть, зря немецкие газеты к вам приклеили ярлык Путин Фештея? Есть несколько публикаций, которые я читала в Меру знания своего немецкого, и вы как раз там в блоке Путин Фештея? Я не против, что меня так называют. Это же не ругательство? Но понятие это неточное. И я знаю, почему меня так называют. Я в 2013 году для достаточно известной немецкой еженедельной газеты «Цайт» написал статью, в которой речь шла о нарративе. Да, да, точно. Такой был заголовок. Против нападок на Россию. Только заголовок был немой. Его придумали в редакции. А именно его всегда и цитируют. Вы упомянули статью, которую вы написали для газеты «Цайт». И там вы проанализировали ситуацию с 2011 года. И потом сделали вывод, что лучшей стратегией будет модернизационное партнерство, а двигателем к этому будет российский средний класс. Не считаете ли вы, что вот эта ваша стратегия или ваша идея просто провалилась? Да. Но вопрос в том, провалилась ли она раз и навсегда. Вы абсолютно правы. С 2008 по 2012 годы, когда президентом был Дмитрий Медведев, мы, а я был активным участником этого проекта, мы разработали очень конкретные планы по партнерству ради модернизации между Германией и Россией. Все планы и схемы готовы. Их можно хоть сегодня начать реализовывать. И я не теряю надежды, что это еще может произойти. Давайте я вам задам прямой вопрос, основываясь на том, что вы сказали. Что вот при Медведеве что-то удалось сделать. То есть при Путине сделать ничего не удалось. И если человек в течение 15 лет ничего не смог сделать в этом направлении, почему вы надеетесь, что в следующие 10 лет это изменится? Конечно, можно быть циником и сказать, дождемся 2024 года. Когда-нибудь и этот президент уйдет. Но я не считаю, что будущее России начнется лишь в 2024 году. Более интенсивное сотрудничество с Китаем не исключает готовность работать и с немецкими партнерами. В середине сентября вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль был в России с большой делегацией деловых кругов. Это означает, что контакт возможен. Конечно, не все зависит от контактов в области экономики. Внутренняя политика также важна. Без оптимизма никуда. Каждый политик должен быть оптимистом. Иначе он не политик. Особенно, если занимаетесь Россией, правильно? Именно. Вы дружелюбно относитесь к российскому руководству, мягко ведете себя с ними. Я не говорю, вы конкретно, а в целом Европа. Какие-то цивилизованные способы, пытаетесь найти разрешение конфликтов. А вот Россия по отношению к Германии не очень себя цивилизованно ведет и не очень мягко. И вообще ничего не стесняется. Это и пропагандистская машина, которая работает в виде Russia Today. Это история с девочкой Лизой о том, что вы, конечно, знаете. Это и хакерские атаки на правительственную сеть, о чем писала газета The Deutsche Zeitung на имейлы политиков и сайты различные. Вот как на это вы будете реагировать? Будете так же дружелюбно ездить к Путину и пытаться с ним наладить отношения? Он будет так же безнаказанно совершать гибератаки на правительственную сеть Германии. Нет, но вопрос, который вы задаете, дает возможность еще раз четко увидеть разницу. Все, что вы говорите правильно. Россия обращается с нами плохо. Но вот что мы не делаем, так это мы не опускаемся на тот же уровень. Не занимаемся контрпропагандой. Мы не придумываем какие-то истории в ущерб России. Мы не пытаемся отплатить той же монетой. Мы стараемся то, что действительно произошло, придать гласности. Это касается российской политики по отношению к Германии. Мы думаем, что время покажет, что это и есть правильный метод борьбы с этими атаками. Вот складывается такое ощущение, что Европа, не только Германия, мы сейчас говорим про Германию, просто отвечает, пытается как-то реагировать, отвечать, что-то придумывать тактически на повестку дня, которую предлагает Путин. Все-таки какая-то есть определенная, внятная стратегия, как работать с Россией. Или ее нет? А если ее нет, то почему ее нет? Может возникнуть такое впечатление, что на данный момент мы имеем дело с исключительной ситуацией. Долгосрочная стратегия здесь просто не работает. Я мог бы сейчас приводить цитаты из документов Евросоюза, которые годами использовало выражение «стратегическое партнерство в отношении России». И все это сейчас прямо-таки разрушено из-за украинского конфликта. Стратегия не исчезла, но необходимо, чтобы мы сейчас сконцентрировались на том, чтобы выйти из этой ситуации, так как она невероятно опасная, в том числе и для нас. То, что происходит между двумя соседями, Россией и Украиной, это же не так далеко от нас. И поэтому Германия решила взять на себя ответственность. Вместе с Францией в рамках нормандской четверки мы решили, что военного решения у этого конфликта нет. Есть только политическое решение. Я сейчас хочу вам задать три очень коротких вопроса. И каждый из этих вопросов будет начинаться словами «что если». «Что если хакеры, которые предположительно связаны с российским правительством, взломают сайт социал-демократов или почту вашу или ваших коллег по партии? Что мы можем там узнать нового, интересного, неожиданного, может быть, об отношении к России?» «Я думаю, ничего особенного. Нам практически нечего скрывать». «Что если следующим канцлером Германии станет Франк-Вальтер Штайнмайер или Зигмар Габриэль? Что вы посоветуете им? Снять санкции, например, с России?» «Нет. Ведь принцип, которым мы руководствуемся сейчас, разработал Франк-Вальтер Штайнмайер. Конечно, вместе с канцлером и представителями других европейских стран. И это не изменится, вне зависимости от того, каким будет исход выбора в Германии в 2017 году». «Что если вам предложат пост или должность в российской компании?» «С моими принципами несовместимо, чтобы я за деньги пошел работать в российскую фирму». «Я хочу последний вопрос задать. Вы сами сказали, что 30 лет занимаетесь Россией. 30 лет в парламенте этим занимаетесь. Вот если подвести итог, вы разочарованы тем, что происходит?» «Я не разочарован. Это неправильное слово. Я беспокоен. Я беспокоюсь, что на данный момент есть не только украинский кризис, но и в общем глубокий кризис между Западом и Россией. И что мы этого не смогли избежать. Что мы не смогли своевременно распознать эти процессы отчуждения. Что мы думали, что проводим хорошую политику в отношении России. С партнерством для модернизации, сотрудничеством в области экономики, с взаимозависимостью в энергетическом секторе, сотней городов-побратимов, со 150-ю партнерскими проектами в сфере высшего образования и петербургским диалогом и всеми этими вещами. А в России, говорят, они воспользовались нашими слабостями. Расширение НАТО на восток, расширение ЕС на восток, цветные революции. Все организовано ЦРУ. Они всегда работали против нас. А мы заметили слишком поздно, что это отчуждение вышло на политический уровень. Спасибо вам большое, господин Эрлер. Спасибо вам.